Ты представляешь, я вчера рисовал, ну не эту картину, эту я хочу чуть-чуть поправить, чтобы мы опять в альбом поставили. Но там в альбоме я смотрю потрясающе, там столько людей смотрят по всему миру. Причем альбом сам мне, это же международный альбом, сам выставил мне статус, что я известный международный художник, потому что они вдруг этот альбом уже где-то там делается, я не знаю, в мире все его смотрят. Они сами определили, что уровень у меня такой, а я так обрадовался. Я вот вчера рисую, я вчера рисую, в это время по скайпу мне звонит парень, а он из нашей школы, человек будущего. И он мне звонит, можно вас побеспокоить там, у меня вопрос такой, потому что я смотрел в школе, вопрос такие есть. Я говорю, ну давай говори. И вы мне так прямо ответите, я говорю, ну я попробую, а я в это время рисую. Я в это время рисую. Он говорит, а вы такой простой. Я говорю, слушай, родной, я говорю, я для того, чтобы быть таким простым, 67 лет прожил, вообще много чего делал в жизни, не только рисовал. Да я говорю, знаю, знаю, вы там после терактов помогали, вы там космонавтов готовили, вы там боксеров олимпийских. Ну, короче, он все знает, оказывается. А он там смотрит в ютубе. И вот он поэтому позвонил и думал, он говорит, я очень нервничал, как вы будете, примите меня, не примите. Ну, я вот, да, вот видишь, я тебя принял, я говорю, давай говори свой вопрос. Ну, короче говоря, он мне говорит вопрос, а я рисую в это время. Вот, и я рисую, он мне говорит вопрос, а я рисую, внимательно его слушаю, продолжаю рисовать. И потом вдруг я ему говорю, слушай, а ты как думаешь, вот здесь вот что добавить? А у меня в руке кисточка и краски, все это, я его начинал здесь все добавить. Он говорит, как, что? А я, говорит, не разбираюсь живописи. Я говорю, ну как ты не разбираешься? Тебе вот, что бы хотелось здесь, чтобы я добавил? Он говорит, ну сделайте немножко там, глаза немножко выразительнее. О, думай, молодец какой. Я там так-так, вот так, он говорит, да, вот так. Я еще немножко, вот так, он говорит, да, да, вот сейчас, говорит, хорошо. Я говорю, а эмоция там какая? И он мне называет эмоцию, которую я на самом деле хотел выразить. Это у меня картина там задумчивость, Homo sapiens. Да, которую мы с тобой поставим сейчас в альбом, пусть все смотрят там через, ну неделю поставим, оно там будет в альбоме. И значит, он мне помогает, слушай. Я говорю, видишь, ты мне помогаешь рисовать. А я-то в это время ему объясняю. Понимаешь, в чем дело, я говорю? Я когда рисую, ты мне помогаешь тем, что ты для меня такой отвлекающий, в кавычках, фактор, что я когда рисую, я в этот момент меньше задумываюсь, как именно правильно сделать. Меньше нервничаю. Я занят параллельной деятельностью. Ну, чему мы в школе учим? Параллельная деятельность, когда человек занят параллельной деятельностью, у него доминанта по моей модели работы мозга, энергия доминанта, и она теперь распространяется и на ту доминанту, на параллельную деятельность. И поэтому напряжение чуть у меня меньше, я как-то свободнее себя чувствую, да? Я так научилась хорошо работать, текст печатать. Да? Да. Молодец. Ну, мы там в школе еще обсудим это дело, для тех, кто не в курсе дела, как вообще легче работать и почему там многие люди там, ну, почему, когда человек задумывается над чем-то, почему он по комнате туда-сюда ходит, почему пальцами стучит. Вот эта параллельная, автоматическая параллельная деятельность снижает напряжение. И он легче думает. Ну, неважно, сейчас не об этом речь. Пусть там в школе смотрят, там узнают. А я тебе что хотел сказать? Этот парень-то мне говорит, а у меня зажимы. Я, говорит, так стесняюсь выступить где-то. Я, говорит, так боюсь, говорит. Я, говорю, ты что, выступаешь на сцене, что ли? Он, говорит, да нет, на работе, говорит. Это у меня, говорит, со школы. Слушай, это такая важная тема, я говорю. Ты такой молодец. Он, говорит, да я вообще этим интересуюсь. Ну, как же снять зажимы? Потому что вся моя жизнь на этом ломается. Ну, вот ты представляешь, молодой парень, симпатичный такой. Я его прекрасно понимаю, я сама от них избавлялась. Ну, вот. А он говорит, а вы так... Очень важная тема на самом деле. Очень важно, правда, Женя? Да. Потому что очень многие люди... Вот я помню, когда я подростком был, отчего у меня были зажимы. Потому что я все хотел на пятерку. Идеально, понимаешь? Если я там с кем-то дрался на улице, я хотел, чтобы я так это делал еще и красиво. Понимаешь? Чтобы... Ну, короче говоря, такие очень высокие к себе требования, они зажимают. А откуда еще бывают такие требования к себе? А потому что человек же всех судит по себе. И вот он идет на работу. Или себя по всем. Или себя по всем. Вот он идет на работу, допустим. И кто-то на него посмотрел, ну, допустим, критически. Да. И он сразу заневничал, потому что... А что-то в себе искать, что не так. А что-то в себе искать, что не так. Правильно, правильно, как ты говоришь. Правильно. То есть люди себя накручивают. И вот что тут интересно получается. Я говорю, а ты себя не накручивай. Он говорит, а как я себя могу не накручивать? Я говорю, ну, ты представь себе. Вот я шел, говорю, однажды на свое занятие. У меня ноги дрожали. Потому что я был тогда еще студентом. А мне надо было в другом университете, в другом учреждении выступить. И вот со своими делами, там, по саморегуляции я тогда занимался, гипнозом тогда занимался. Ну, ему так интересно стало гипнозом. Я говорю, ну, мы сейчас о гипнозе не будем говорить, потому что я уже много лет этим не занимаюсь. Это и не нужно, потому что легче самому это все делать, без всякого гипнотизера, с помощью ключа. Он заинтересовался. Я говорю, ты что, ноги тряслись? Я говорю, ну, не то слово. Потому что там еще такая большая афиша объявления была, что будет выступать Саилиев, там будет выступать. И я смотрю на это объявление, там толпа народа туда в зал, там большой актовый зал университет. Я думаю, ну, может, это я буду выступать? А как же я могу выступить? У меня ноги трясутся. Ну, короче, я зашел на сцену. Ну, потом я стал проводить тест там какой-то, там. Я им всем сказал, держите руки вот так. Еще и буду считать до пяти, там, или до десяти, я не помню. И ваши пальцы срастутся, и вы не сможете их разнять. Я говорю, смотрю, я, который волновался, нервничал, как я буду выступать, заготавливал программу, слова. Как только я все читал до десяти, смотрю, половину пусть из зала. Я им говорю, ну, а теперь пробуйте разнять. Я танцевала так, что весь зал хлопал. Потому что она мне потом говорила, правда, говоришь, что я так танцевала? Я говорю, я никогда не умела танцевать. Ты представляешь? Потому что это мы же открываем то, что у нас внутри. Конечно, открывается у каждого человека, есть только там внутри возможности. Но именно эти зажимы, вот с чем он обратился, они нам не позволяют. Потому что мы еще к тому же, еще и себя накручиваем. Но мы себя сужаем до одной точки, до одной мысли, и с ней живем. Как я выгляжу, как я то, а вдруг он думает про меня так или иначе. Понимаешь, я говорю, слушай, вот я один раз шел, говорю, тоже на свое занятие и нервничал. А потом я подумал. Ну, я же, говорит, я же иду туда, что-то полезное для них сказать, правильно? А что я так боюсь? Давай я лучше себя похвалю. Я скажу себе, я великий, я солнце. А потом я подумал, а что, может, это не скромно так себе говорить? Я великий, я солнце. А потом мне пришла мысль, а что лучше, если я буду чувствовать себя, что я серый камень, который лежу у них на дороге? Ну, конечно, я солнце. Чем себя солнцем чувствовать, да. Да, конечно, но я ему это все рассказываю, меня внимательно слушает. Он говорит, интересно, интересно. А что, я, говорит, тоже могу себя похвалить, что ли? Я говорю, конечно, вот у нас же есть разминка синхрогимнастика. Делай синхрогимнастику, делай ключ, там, ключевые движения, шалтай, болтай, сам себе говори. Я молодец, я великий, я солнце, я много могу. Я там, да, господи, я говорю, слушай, все бизнес-тренеры мира, самые такие, самые такие крутые, они чего делают? Они людей просто раскрепощают. Вот и все, больше ничего они не делают. Они просто раскрепощают, чтобы у человека появилось чувство уверенности в себе. Чувство уверенности в себе. И у тебя есть столько талантов, столько возможностей. Просто, наверное, ты все время думаешь и смотришь, как другие. Поэтому нас телевизор очень портит. Чем портит телевизор? Все там такие боевые, такие веселые, хохочут прямо на сцене. Как будто жизнь такая. На самом деле жизнь сейчас мрачная, да? Да. Они такие веселые, человек сидит и думает, вот все такие герои, все такие веселые, раскрепощенные, такие уверенные, у них все так идет, а у меня ничего не получается. Да знал бы он, что это самое, вот эта диктоша, которая так вот весело, бодро улыбалась, потом заходит в свою гримерку. И плачет, сидит. И плачет, сидит и пот вытирает. Но мы же не знаем закадровые вещи. Вот надо бы написать и смех, и слезы, и этот пот, и эти балерины, которые бедные мучаются. Ну, все вот это вот, это же нам не показывают никогда. Поэтому ты же эту сторону жизни не знаешь. Ты думаешь, что у всех все прекрасно, а только у тебя плохо. Потому что люди там между собой не общаются. Они же не говорят друг другу вот так, ну это и неприлично, всем рассказывать свои проблемы. А в Америке вообще нельзя, это считается посягать на чужую свободу, мой дом, моя крепость. Они все ходят с дежурной улыбкой. Ну и там ходят с дежурной улыбкой. Напряжение-то растет. И вот там получилась вот эта Луиза Хей, которая ночью она вдруг расплакалась, позволила себе, побила, 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 побила подушку. Да, потом села и у нее отпустила, и она говорит, ой, любите себя. Да, вот это все. Люди, которые тренеры, которые раскрепощают людей, они-то берут за это баснословные деньги, то, что можно сделать элементарно. Они растягивают по времени. Да, растягивают по времени. Как выкачка денег просто. Хотя это элементарное действие, его можно достигнуть за считанные минуты. Конечно, в том-то и дело. Ну мы-то в нашей школе знаем хомофатурасу. Вот, например, сейчас приезжал Томми Робинс. Все туда повалили за бишеные деньги, повалили все молодые люди. Хотели, значит, научиться, как же быть таким, да? А ты хочешь, я тебя отверстию скажу? Хочу. Очень интересная вещь. А вон, оказывается, перед тем, как выскочить на сцену, как он себя разогревает, знаешь? А у него там платформа такая, платформа, и он на ней вот так делает. А у нас это упражнение. Повторяемые движения, снимающие напряжение. Конечно, да. А он на платформе этой самой потом выскакивает и такой весь боевой, там туда. А у нас это одно из упражнений. Сейфрогимная. Ну, ладно, об этом сейчас не будем, это в школе. Вот. Ну, вопрос в том, что он это так слушал, слушал. Очень внимательно слушал. Так что я могу, говорит, снять зажимы вот так просто? Я говорю, слушай, ты слышал когда-нибудь, что гениальное просто? Да, слышал. Я часто это слышал. Так я говорю, это действительно просто. Это настолько просто, что в голову не приходится. Потому что в нашей голове постоянно вот эти вот стереотипы. стереотипы, шаблоны мышления. Подражание авторитетом. Страх, что у меня не получится. А ты начни, как я тогда на сцене начал там тест какой-то проводить. И у меня раз пошло и пошло, я там сразу обрёл себя. И потом я всегда теперь знаю, у нас весь ключ на этом построен. Подбирай во время раскрепощения те действия, которые тебе легче делать. А не те, которые тебе трудно делать. А то мне один парень позвонил и говорит, мне так лень вот этим заниматься. Я говорю, а чем заниматься? Ну, вашей синхрогимнастикой я регулярно занимаюсь. Я говорю, во-первых, регулярность, это не значит ежедневность. Это не значит. Во-вторых, надо делать, выбирать те приёмы, которые тебе подходят. Вот тебе лень делать вот так, делай по-другому. Он говорит, а можно что-то? Ну, ладно, мы об этом, обо всём школе поговорим. Катюша, как у тебя дела? У меня довольно отлично. После болезни довольно быстро восстановилось. Даже начинает появляться вот этот творческий процесс, когда вот хочется что-то сотворить. Собираюсь взять пастель, попробовать рисовать пастелью. Вот. Я думаю, что с ключом всё-таки у меня это получится. Ну, конечно, получится. Ты так хорошо рисуешь. Слушай, ты пела там, я видел по этому. Слушай, я тебе что хочу сказать. У нас-то школа-то, в принципе, по развитию изобретательского мышления. Потому что изобретательство – это что такое? Это поиск неординарных решений в условиях жёстких временных ограничений. Это ко всему. Это ко всему. И к пению, и к выступлению. Это не только технические изобретения делать. Правильно? Да, вот насчёт, кстати, насчёт технических, да, и вот выступления. Насчёт выступления. Когда я, перед тем, как сделать тогда же трансляцию первую, онлановскую, которую делала в группах, вот, первую трансляцию, когда запускала, у меня перед этим меня дня два трясло. От самой мысли, что я сейчас буду выступать перед людьми, что-то объяснять. Зажим был, да? Да, был зажим конкретный, думаю, боже, как скажу что-нибудь не то, думаю, ну, закидают меня там. Вот. В общем, делала я разгрузку с этой мыслью о том, что вот меня это так вот. Ну, в общем, ну, где-то, ну, я обычно делаю один-два раза в день. Ну, тогда делала два раза в день, потому что пик всё-таки был. Ну, хорошо, а сколько минут ты тратила на это? Ну, наверное, минуты две, не больше. О, ну, сколько. Надо этому плану вот показать, давай ты там, чтобы тебя знали, видели, пусть он тебе позвонит, ты ему объясни это всё, как делается. Ну, пусть он мне, да, напишет. Школа запишется, школа человек будущего, хомо-функтура, запишется и обратится к тебе, там же твои данные есть. Ты ему объясни, покажи, там, конечно, как зажимы снимать, это очень нужно. Тем более, это же, я в Щукинском училище актёров обучал, студентов молодых. Там профессор Паламышев меня пригласил, я там проводил курс, вот, актёров обучал. Ну, это просто для актёров, для режиссёров, для писателей, для художников. Вот я тогда, когда у меня зацикливают, не могу никак сделать картину хорошую. Ну, я вот покажу по комнате немножко, ну, ладно, это всё в школе. Значит, послушай меня. Вот эту картину поставим через несколько дней, там, в альбоме, да? Поставим. Это очень хорошая картина у меня, она на нескольких выставках была, она всем нравится. Видишь, называется она «Обиделся». Смотри ножку, как он, вот, я специально отошёл, чтобы видно было. Да. Как он сидит, обиделся. Она смотрит, видишь, смотрит, простит или нет, понимаешь, она что-то там думает. А он обиделся, понимаешь, он уже теперь в себе, он там, понимаешь, там, видишь, парус, там, уже где-то там. А он в себе, да. Обиделся, да. Ну, мы её поставим там в альбом, и пускай заходят, смотрят, потому что со всего мира там смотрят. И там цены там выставлены у меня, знаешь, какие. Я поставил свои картины, там, 300 тысяч евро, там, 350 тысяч евро. Почему? Потому что я посмотрел по миру, сколько какие картины стоят. Ну, у вас же картины мирового уровня. Ну, у меня так мирового уровня. Мало того, у меня биография такая, слушай. Такая биография, там, за такую биографию, когда люди узнают, что человек сам стал художником с помощью своего метода, который там открыл этот метод, создал в центре подготовки космонавтов, там, дал невесомости, чтобы моделировать состояние невесомости. А невесомость, что это? То есть, снятие зажима. Ну, да. Да, для преодоления стресса и перегрузки. Тогда, может, вообще, вообще ужас, конечно. Ну, я не думаю, что там кто-то купит эти картины, кому они нужны. Ну, не знает, может, и купит. Картины-то хорошие. Ну, картины-то картины. Картины-то, ну, там есть свой бизнес, понимаешь, свой бизнес. Если бы я поставил их там на СОГГО или где-нибудь, и туда бы меня провели. Этим же надо заниматься. Это же нужно, чтобы был человек, который специально это знает, специально этим занимается, он оттуда и получает за это. Это нужно, чтобы был такой человек. Ну, ладно, ладно, это мы потом. Ну, до встречи на школе, Катя. Спасибо тебе. До встречи. До встречи.